Сьюзан Ладжицкий. Это имя знакомо многим зрителям моего канала, ведь эта женщина является директором YouTube с момента его приобретения Google. Но более того, мало кто знает, Сьюзан имеет отношение к Google аж с самого 98 года. В частности, она сдавала свой гараж Сергею Брину и Ларри Пейджу, в котором они и основали компанию Google. И возникает вопрос, кто же такая эта Сьюзан? Она действительно хороший специалист, и она может развивать компании уровня YouTube. Или же она просто в силу родственных связей и сложившихся обстоятельств возглавляет компанию и высиживает там свое место. Имеет ли YouTube под ее руководством какие-то перспективы развития, или же она не является профессионалом? Как нам дальше развиваться под ее руководством? Что ждет YouTube? Давайте разбираться. И начнем мы с ее жизненной истории. Родилась Сьюзан 5 июля 68 года в интеллигентной семье. Ее отец Эстер Ваджитский, педагог еврейско-польского происхождения. А мать Стэнли Ваджитский тоже имеет ученую степень. Она профессор физики Стэнфордского университета польско-американского происхождения. У Сьюзан есть две сестры, и вот здесь история начинает быть более интересной. Что касается одной сестры Дженет Ваджитский, она доктор философии, антрополог и эпидемиолог, пошла в научную сферу. А вот другая сестра, Энн Ваджитский, соосновательница компании 23andMe, это биотехнологическая компания в Калифорнии, специализирующаяся на генетике, примечательно тем, что она была замужем за сооснователем корпорации Google, за Сергеем Брином. И что вы думаете? Вот тут-то и начинается самое интересное. Потому что Сьюзан с 98-го года сдавала свой гараж Сергею Брину и Ларри Пейджу. И именно в этом самом гараже возникла корпорация Google. И здесь примечательно то, что ребята платили Сьюзан 1700 долларов в месяц за аренду гаража и двух дополнительных комнат на цокольном этаже. Интересная была история, когда ребята только еще сняли этот офис и только открылись. Сьюзан заказала доставку холодильника, потому что ее старый вышел из строя. И когда холодильник приехал, она не смогла сразу принять его. Холодильник оставили во дворе. Сьюзан в этот момент была в душе. И ребята Сергея и Ларри такие, о, холодильник, взяли и утащили его к себе в гараж. Сьюзан потом с удивлением обнаружила свой холодильник у ребят в гараже, который его тут же экспортировали и использовали по назначению. Теперь давайте поговорим о личности и карьере Сьюзан. Она в принципе предприниматель или ей просто повезло по жизни? Примечательно, что уже в 11 лет Сьюзан занималась микробизнесом. Она продавала веревки для специй. Можете посмотреть, как это выглядит. Разносила их по домам. И это, собственно, была ее первая работа. Затем, кстати говоря, Сьюзан получала образование и устраивалась на работу уже в более серьезной компании. Здесь важно понимать, что исходно она прошла курс информатики. Затем, ну в Гарварде причем. Затем она также изучала информационные, коммуникационные технологии в водном курсе о компьютерных технологиях в Гарварде. И планировала получить докторскую степень по экономике и продолжить карьеру в академических кругах. Но, однако же, тут она заметила у себя любовь к технологиям и также получила степень магистра экономики в Калифорнийском университете в Санта-Крус в 1993 году. И также прошла курс делового администрирования в школе менеджмента в Калифорнийском университете в 1998 году. Что касается ее послужного списка, до того, как она стала руководителем YouTube, она успела поработать менеджером по маркетингу в корпорации Intel в Калифорнии. Была консультантом по вопросам управления в компаниях Bain & Company, консалтинговая компания, и Weber & Company. То есть, в общем-то, у нее уже к тому времени был вполне себе и организационный опыт, и опыт работы с технологиями, и большой багаж знаний в маркетинге. Вскоре она бросила работу, как сообщается, из-за того, что она уже была на четвертом месяце беременности, и пустилась в авантюру, связалась со студентами, которые арендовали ее гараж и основали там корпорацию Google. Она издавала им гараж, в том числе для того, чтобы выплачивать ипотеку за купленный дом. Примечательно, что в историю компании Google она зашла как сотрудник под номером 16. И, в общем, в Google она начала работать с программами вирусного маркетинга, а также занималась созданием первых дудлов. Ваджитский также стал работать над созданием Google Images и Google Книги. А в 99-м году она стала менеджером по маркетингу корпорации Google. Примечательно, что в 2003 году она была одним из руководителей разработки AdSense. Тогда еще не было именно AdSense для YouTube, потому что в тот момент еще не было YouTube, но уже была возможность зарабатывать на сайтах, размещать, встраивать рекламу. И Сьюзен была причастна к разработке AdSense. Это круто. Она работала также менеджером по продукту и была удостоена награды Google Founders Award. И стала старшим вице-президентом Google по рекламе и торговле. И курировала рекламные аналитические продукты компании, такие как AdWords, AdSense, DoubleClick и Google Analytics. И отвечала за продвижение поисковой машины. Также ей пришлось рекламировать поисковик практически без бюджета. И она разработала свой план, в рамках которого предполагалось сотрудничество с университетами. Им предлагалось добавить панель поиска Google на свои веб-сайты. И удивительно, но эта маркетинговая стратегия оказалась чрезвычайно успешной. Потому что поиск от Google работал хорошо, университеты были не прочим воспользоваться. И это привело к популяризации платформы. Теперь мы переходим на этап, когда Сьюзен стала руководителем YouTube. YouTube появился в 2005 году. Его создали три талантливых парня, о которых мы поговорим, вероятно, отдельно. И в тот момент была конкуренция между YouTube и Google Video. А Сьюзен к тому моменту уже руководила Google Video. Но правда Google Video предполагался как более профессиональный проект, куда нельзя было зайти со стороны. Концепция проекта предполагала то, что на данном видеосервисе будут создаваться профессиональные видео. И они же будут размещаться. А YouTube, как вы понимаете, предполагал user-generated content, когда каждый может создать видеоролик, залить его на платформу и поделиться со всем миром. Перед Сьюзен стал непростой выбор. С одной стороны, продукт, который она создавала самостоятельно и курировала, Google Video. И у них уже были возможности выбить YouTube с рынка конкурентной борьбой. Но Сьюзен понимала, что перспективы Google Video сомнительные. А вот у YouTube перспективы огромные. И более того, подкрепление своим мыслям она получила внезапно от своих детей. Потому что ее дети залипали в детский контент, который уже тогда был на YouTube. И они просто зациклились на довольно таком примитивном ролике, который назывался Purple Market Signing a Nonsense Song. Ну, знаете, эти бессмысленные детские песни. И дети пересматривали ролик снова и снова. И тогда Сьюзен поняла, будущее за контентом, который создают пользователи. И только такой контент будет как никогда близок людям. И он будет дарить неподдельные эмоции. Поэтому Сьюзен решила закрыть проект Google Video. И уговорила ребят, основателей, приобрести YouTube за 1,65 миллиарда долларов в 2006 году. И годом позже, в 2007 году, приобрести компанию DoubleClick за более чем 3 миллиарда долларов. Таким образом образовалась вся необходимая инфраструктура для того, чтобы работать с YouTube, монетизировать видео, привлекать и рекламодателей, и зрителей, и авторов, создателей контента. И в течение дальнейших лет Сьюзен занималась развитием рекламы Google, построением системы монетизации на YouTube. И более того, интересно, что Сьюзен делит свою работу на некоторые периоды. И она ассоциирует эти периоды работы с появлением своих детей. И первого она, первенца связывает с организацией Google, второго с AdSense, третьего с YouTube, четвертого с DoubleClick. Потому что в эти периоды времени она работала над данными проектами. Сьюзен ставит на первое место свою семью. Ее рабочий день заканчивается в 6 вечера, и после этого 3 часа она уделяет детям и мужу. То есть это не тот человек, который беспрерывно погружен только в работу и забывает обо всем на свете. Ну, в общем-то, я считаю, что для женщины это правильный подход, хорошее качество. Во многом именно Ваджитский дала старт корпоративной культуре в компании Google, ориентированной на женщин. Чего они там жалуются какому-то неравенству? Потому что Сьюзен добилась различных льгот сотрудникам Google. Например, сотрудники получают 18 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Беременные женщины могут пользоваться специальными парковочными местами. Также одной из идей Ваджитский является замена логотипа Google на Рождество, Пасху и другие праздники. Муж Сьюзен работает в Google, и они познакомились еще до того, как он стал директором по управлению продуктами в подразделении носимых устройств компании. Потом его тоже, видимо, пристроили в Google. Они еще когда были студентами познакомились. И, в общем-то, пик популярности в Ваджитске приходится на 2014 год, когда именно она была назначена CEO YouTube. По сути, она курировала YouTube с самого первого дня его покупки, и благодаря ей аудитория сервиса выросла до более чем 2 миллиардов регулярных пользователей. Что касается доходов, Сьюзен, согласно рейтингам Forbes, занимает 18 место среди 100 самых влиятельных женщин мира по версии на 2021 год. И 34 место по версии America's Self-Made Woman 2021 года, а также 13 место в рейтинге Power Woman 2020. Ее состояние на 2021 год Forbes оценивает в 815 миллиардов долларов. И, в общем-то, мы можем сделать вывод, что Сьюзен – это вполне себе хороший профессионал, который, безусловно, повезло то, что она сдавала свой гараж ребятам, которые создали Google. Но она при этом имеет хорошее образование, она имеет опыт работы в разных международных компаниях, имеет опыт взаимодействия с техногигантами и занимается, на мой взгляд, вполне себе своим делом. То есть это не просто какая-то женщина, которой повезло познакомиться с Сергеем Брином и Ларри Пейджем на этапах становления ребят, но она оказалась как нельзя в нужное время в нужном месте. И те решения, которые принимаются сейчас на YouTube, конечно, порой очень спорные, но, тем не менее, глобально и фундаментально они способствуют довольно устойчивому развитию платформы и уверенной конкуренции с другими техногигантами, даже когда те используют принципиально новые концепции. Да, сейчас много спорных моментов касательно политики в отношении рекламодателей, касательно имплементации интеграции шортс-контента, который, по сути, пытается дублировать TikTok и также не предоставляет нормальной схемы монетизации. Много вопросов касательно работы алгоритмов YouTube, много вопросов касательно развития партнерской программы YouTube. Но, тем не менее, платформа развивается, и аналогов, предоставляющих сопоставимые возможности, в мире нет. Так что я считаю, что участие с Юзен в развитии проекта принесло свои плоды, и она продолжает уверенное развитие и движение вперед. Что вы думаете об этом, и как вы относитесь к стратегическим решениям с Юзен, к платформе, развивающейся под ее началом? Пишите об этом в комментариях, давайте с вами все это обсудим. Считаю эту информацию важной для того, чтобы понимать, что происходит и как мы к этому пришли. И, в общем-то, планирую еще выпустить ролик об отцах-основателях YouTube. Если вам, конечно, это будет интересно, поэтому пишите комменты, и мы будем делать тот контент, который вы хотите. Спасибо, с вами Коно Ден. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.